Игорь Шишко Как правильно жениться или жить в гражданском браке? Я эту статью написал очень давно. И причем не только на этом сайте. Она у меня кочует из сайта в сайт. Но до сих пор эта статья людьми, которые умеют читать, признается одной из самых лучших. Но я понимаю, что сейчас молодежь читать не любит. А раз молодежь читать не любит, то я постараюсь кратенько изложить то, что внизу под этим видео написано. Если вам будет интересно, значит будете читать. В основном эта статья написана для молодых людей. Но девочки или женщины, которые планируют выйти замуж, все равно должны знать эти основные постулаты. Почему я это написал? Потому что, к сожалению, моя жизнь так сложилась, что у меня только две жены официальные. То есть у меня два опыта официального брака. Ну и еще много опытов неофициальных браков. Но неофициальный брак или сожительство, как по-модному говорят, это значит, когда я проживал в одной квартире или на одной территории с представительницей противоположного пола, слава богу, некоторое время. И то есть я знакомился со всеми ее родственниками, с мамой, с папой, с друзьями, с братьями. Короче, уходил полностью в семью, грубо говоря. Самое главное в этой статье написано ярко-красными буквами на желтом фоне, чтобы привлечь ваше внимание. Поехали! Железобетонные правила семейной жизни. Неважно, гражданский брак, официальный брак, сожительство или коммуна. Первое. Каждая лягушка ждет своего принца. То есть, каждая девушка мечтает выйти замуж. Вы можете жить с девочкой год, два, три, четыре, пять, десять лет. Она вам может говорить, я замуж не хочу. Это обман. На самом деле она хочет выйти замуж. Она хочет брака. Потому что мы живем в постсоветском пространстве. Не только в постсоветском, даже в постдомостроевском. То есть до сих пор девушка, которая замужем, она в социальном статусе нашего общества стоит намного выше, чем та девушка, которая живет просто с кем-то. То есть сожительствует. То есть как бы подсознательно все родственники, друзья, знакомые будут спрашивать. Маша, Лена, Наташа, ты замужем? Нет. А живешь с кем-то? Да. Ну, молодец, конечно, но вот не то. Но стоит ей выйти замуж, и сразу все подруги спрашивают, ты замужем? Она – да. Даже если она потом разведется. Но была замужем? Конечно, была. Значит, все в норме. Пусть даже десять раз была замужем – да. Двадцать детей от разных мужей – да. Но зато была замужем. Еще раз. Каждая девушка мечтает вступить в официальный брак. Второй пункт. Ты берешь жены, любовницы, сожительницы, не только девушку, но и всю ее родню, друзей, подруг, знакомых. К сожалению, у любой девушки, с которой вы живете, на которой вы собираетесь жениться, или с которой только познакомились, но собираетесь вступить в тесные отношения, есть определенный круг. Она не сирота. Как сказали метко в одном фильме, надо было жениться на сироте. То есть вот если она сирота, привезенная с другого города, желательно с деревни, желательно с другого конца земли, и не говорит по-русски – это одно. Но если она нормальная, у нее есть мама, папа, семья, ее родственники, друзья, знакомые, коллеги, коллеги по работе, коллеги по учебе, по социальным сетям, и будьте готовы, что вы будете общаться со всеми ее друзьями, родственниками и коллегами, естественно, она будет слушать свое окружение намного больше, чем вас. Понимаете, очень мало встречается девушек, или то же самое, очень мало встречается молодых людей, которые могли бы пойти против своего окружения. В основном мама, папа, семья очень сильно влияют на мнения и поступки ваших супругов, сожительниц, жен, мужей и так далее. Послать маму на три буквы может не каждая и не каждый. Я, например, могу, но остальные практически нет. Третий пункт. Семья – это работа, иногда война, но не расслабуха. Это один из самых важных пунктов. Поймите, зачем вы вступаете в брак? Зачем вы живете вместе? Зачем вы начинаете жить вместе? Вы у себя в мозгу представляете, что вы расслабитесь. То есть безопасность, защита пришла домой, расслабилась, слюни распустила, пузо выпитила, легла, разложилась. Хера с два. И молодые люди, и девушки, и все остальные. Запомните, в семье точно так же придется работать. Кто-то должен выносить мусор. Кто-то должен контролировать свое настроение. Это самое сложное. Да. Великая Орлова, была такая артистка, сказала, «И я никогда не могла себе позволить выйти к мужу ненакрашенной». Понимаете? То есть для нее семейная жизнь все равно была работой. И она даже дома, в семейной жизни, держалась как на сцене. То есть не распускалась. Точно так же касается и молодых людей. Запомните, девушки, девочки, женщины – такие существа. Ты сегодня расслабился и что-то сказал. Месяц пройдет, она будет помнить. И потом она тебя попрекнет этим. К сожалению, семья – это работа. И расслабиться у вас до конца не получится. Вы должны все равно себя контролировать. Как только перестаете контролировать, пойдут скандалы. После скандалов еще скандалы. Еще после скандалов – развод, депрессняк и все остальное. Не расслабляйтесь. Вы не расслабитесь даже в семейной жизни. В жизни нет догм. Жизнь состоит из противоречий. Все просто. Каждый вырос в своей семье. Порой у семей абсолютно разные представления об одном и том же поступке, событии. И то, что в одной семье воспринимается нормой, в другой может вызывать шок. И когда представители двух противоположных семей, двух разных мнений сходятся между собой, и каждый начинает отстаивать то, что ему кажется правильным, наступает противоречие. Одному человеку нравится холод. Ты у него спрашиваешь, как на улице? На улице жара, 15 градусов. Другому человеку нравится жара. Как на улице? На улице классная погода. Всего лишь 35. Ты выходишь на улицу, послушав одного, ты будешь мерзнуть, послушав другого, ты будешь париться. Потому что у многих людей представления об окружающем мире могут абсолютно не совпадать с вашими. И поэтому, общаясь со своей второй половиной, вы должны это учитывать и не всегда держать в голове. Точно так же и с семьей и окружением второй половины. Быть жирает любой любовь, даже самую сильную. Одна из моих самых любимых тем. Молодые люди, девушки и все остальные. Порой бывает, вы абсолютно не задумываетесь о том, что будет дальше. То есть для вас главное свадьба. Сыграли свадьбу, классно-классно, зажгли. Дальше что? Жить где? Негде. Пожили у одних родственников, поругались, разошлись. Жена чувствует себя не в своей тарелке. Пожили у других родственников, поругались, разошлись. Муж чувствует не в своей тарелке. Дальше что? Появились дети. Денег нет. Работы нет. Жилья нет. Пошли скандалы. Развод. Остается отец или меньшин, мать-одиночка. То есть, сначала нужно встать на ноги, а только потом можно жениться. Если вы не в состоянии прокормить даже себя, не то что содержать семью. Какая свадьба? Это будет просто очередной развод, очередной брак по залету, очередные дети без родителей. Все? Пункт седьмой. Если девушка, подруга, любовница забила на свой внешний вид, она дура. Лично сам через это проходил. Предыдущая жена забила на свой внешний вид. После того, как она забила на свой внешний вид, ее главный козырь был, я родила двоих детей, мне наплевать, главное пожрать и все остальное. Наплевать, как я выгляжу, не буду за собой следить, главное выпить пивасика и все остальное. Хотя она работала во дворце спорта. И в ее распоряжении было все, но главное покурить, выпить пивасика и все нормально. Главное пожрать, короче. В результате сначала у нее выросли рога, потом все равно я с ней развелся. И женился я на той женщине, которая у меня занималась, и которая сейчас в 35 выглядит лучше, чем в свои 15. Она держится только за счет того, что она не позволяет себе расслабляться и следит за собой. Это одно из главных качеств, из-за которого я лично на ней женился. И последний пункт, восьмой. О социальном равенстве. К сожалению, в нашем обществе люди давно разделились на разные социальные группы. По уровню доходов. Практически как во всем мире. Поэтому, если вы пытаетесь завязать отношения с человеком из другой социальной группы, более вышестоящей, у вас ничего не получится. Допустим, вы познакомились с девушкой. Но у этой девушки очень богатые родители. Она катается по заграницам. Она ездит на хорошей тачке. Если даже вы будете очень золотой молодой человек, типа реальный пацан, вспомните фильм. Все равно вы будете никто. И в итоге вы с ней расстанетесь. Поэтому мой вам совет. Старайтесь наоборот. Жениться на девушке из более низкой социальной группы. Желательно привезенной с другого конца земли, из дальнего кишлака. Но только чтобы у нее не было родственников. И тогда в ее глазах вы будете богом. Это был я, Игорь Шишков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова